Добрался я до контроллера. Такой простенький контроллер 24 вольта 16 ампер. Стоит он в металлической коробке, которая является частью рамы. Вообще он ничем не защищен. Сейчас я из него песок и пыль потрясал. Несмотря на брызговики, ездить нельзя по лужам, потому что вода сюда просто попадает. Даже не просто вода, а песок. Вообще все сюда сыпется. Вот тут видно. Это я пальцем уже вычистил. Сколько там грязи. Это после проезда 100 метров. То есть я на велосипеде проехал 100 метров и он уже весь вот такой засраный. Ей, блин, вот эта часть металлическая, эта часть рамы приварена. Какие сопли. Не очень качественные. Будем сейчас доставать все это дело. Провода очень тоненькие. Соединение батареи и мотора, вот эти силовые, они просто на соплях. Хотя в комплекте такие вот предусмотрены орешки, чтобы все это закрывать. А они вообще не закрыты. Они просто висят на проводах. То есть качество исполнения вообще ужасное. Это, конечно, не Франция, а Галима Китай. Какие-то одиночные проводочки тоже все на соплях. Хотя бы на соплях, чтобы не вывалились. Ну такое. Соответствует цене. Провода, которые идут к мотору, очень тонкие. То есть явно они не рассчитаны там на 20-25 ампер. 16, наверное, нету. Скорее всего. Один какой-то провод странный, он просто отрезан. И все. Дальше вот идут провода на датчике холла. Что-то их тут получается достаточно много. 5 штук. И опять же вот типа термоусадка должна была быть надета. Ах, она просто болтается. Но зато соплями все приклеили. Получается вот в этом колесе. Что тут на нем написано, кстати. 24 вольта, 20 ампер. Получается, в нем есть датчики холла. Значит, получается, можно сюда поставить теоретический курок на этот контроллер. И как раз вот что мы имеем. Вот это, я так понимаю, от тормозов идут проводочки. Скорее всего. То есть контроллер здесь стоит нормальный. Со всеми видами проводов. А на велосипеде, видимо, оно еще не хватает. Сейчас вот все это разберу. Крышка, которая закрывала дно батареи, крепится на двух винтах. Здесь на одном нормальная резьба, на другом резьба очень плохая. И тут была еще защелка, которая вот сюда вставлялась. И она сразу, конечно, опвалилась. Дальше сама площадка с контактами. Видите, да, сколько там грязи внутри. Это вот после 100 метров на новом велосипеде. Да, во-первых, ну, заизолировано, конечно, да. Используется всего два контакта. Есть отверстия. Площадка закреплена не было, потому что тут отверстий нету. Сами провода, они вот такие же разъемы. Когда я их вынимал, один выпал просто сразу, второй без приложения каких-либо усилий отщелкнулся. Да, несмотря на то, что тут вот какие-то сопли намазаны, это вообще не держалось. И вот этот вот орешек, он не использовался никак. Сейчас я все это полностью разберу. Я думаю, что это все так же. Вот оно, оно вообще не держится. Одним пальцем даже это все... А нет, вот это вот не все, этот не отщелкивается. Один провод нормально закреплен, потому что там залит соплями. А остальные просто вываливаются от того, что я до них дотрагиваюсь. То есть одной рукой можно это все выщипнуть. Это, конечно, никуда не годится такое качество. Надо будет перепаять, ведь разъем нормальный. Тырка тут крошечная, соответственно, через нее вот этот вот разъем никак не пролезет. Надо будет сейчас все это разбирать. Зато вот видно, что коробка не герметичная, полностью дырявая. И вода туда, конечно, будет попадать через вот эти вот швы, которые не проварены вообще. То есть кататься, наверное, на велосипеде можно только в сухую погоду. И то там пылище будет, наверное, немерено. Сейчас я вот это вот зафиксирую, в каком порядке они были, и разберу вот этот разъем. Красный, желтый, зеленый, синий, черный. Разобрался я с проводами, все их сфотографировал. И вот такой пучок здоровых проводов доходит в отверстие маленькое. Конструкция получается практически неразборная. Надо каждый провод из каждого штекера вытаскивать, запоминать все это дело. Все на соплях загреплено. Вытаскивать, кстати, достаточно легко. Сейчас я колесо отсоединю. Вот эти все проводочки. Они, вроде, не пропаяны, опять же просто обжаты, могут выскочить. Но вытаскиваются они из разъема очень-очень просто. Главное все сопли выковырить и прямо из разъема их раз-раз-раз отщелкнуть. Так, большинство контактов сидело крепко и мне пришлось их просто отпустить. Потому что отсюда их вытаскивать неудобно и проблематично. Все равно все эти клеммы я буду менять на другие. Ручка, этот винтик, который ручку держал, был закручен слегка и она прокручивалась. Я пытался ее стащить, конечно, но пришлось все равно открутить и вытащить, но она прокручивалась. Ручка обычная, вот эта гашетка. Я думаю, что там может быть даже часть механизма есть, что можно этой гашеткой крутить. Потому что идет четыре провода. Не знаю, что это может быть. Хотя, наверное, два провода на подсветку, два провода на кнопку. Кнопка фиксируется. Тоже я разберу, посмотрю, что там внутри. Написано, кстати, 24 вольта. В общем, полностью все разобрал. Вот так вот выглядит коробка, в которой выбирается контроллер. Куча дырок сквозных. Соответственно, грязище туда будет лететь. Он не герметичный. Все разъемы кое-как были сделаны. В общем, такой же велосипед. Буду его переделать на другой. Теперь шапкуй. Поехали.